Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о ситуации, когда перчатка на бутыле опускается и втягивается внутрь, либо когда затвор втягивает воду и разворачивается в другую сторону. В одном из видео я затрагивала немножко этот момент, но сегодня я вам покажу все подробно, покажу на конкретных примерах, что происходит, но, конечно, расскажу, что с этим всем делать. Итак, смотрите, затвор развернулся в обратную сторону. Если у нас была перчатка, то она будет втянута внутрь. Такое явление может свидетельствовать об остановке брожения. Я, кстати, показывала эту же бутыль, снимала, точнее, буквально пару дней назад еще брожение шло. Поверхность сусла абсолютно спокойная, уже там ни пузырьков, ничего нету. Но, то есть, повторюсь, да, такая ситуация говорит об остановке брожения, но с некоторыми нюансами. Если температура менялась, мы можем наблюдать такую картину. Вот смотрим, пару дней назад, когда я снимала, температура была, ну, да где-то в районе 20, чуть-чуть выше. Тогда было между 20 и 22, а сейчас, вот сегодня дом не топили, поэтому чуть-чуть температура понизилась. То есть, в таком случае, в принципе, можно мне все это снять с осадка и уже залить в полную емкость. Но я еще понаблюдаю немножко. Вот вечером дом затопим, температура чуть-чуть повысится. Я посмотрю, если затвор развернется обратно, то можно еще подержать немножко. Если он останется в таком же состоянии, либо выровняется, значит, все брожение закончено. В принципе, в принципе, то есть, если у вас температура не менялась сильно, увидели такую картину, можно снять с осадка, можно перелить уже в полную емкость под горлышко, но еще поставить либо затвор, либо перчатку и понаблюдать, потому что еще остаточные процессы брожения, они могут идти. Такую же картину мы можем наблюдать и на перчатке. Единственное, что сейчас вы видите, перчатку подняту. Да, так получилось, что я ее снимала втянутую, но почему-то вот этот файлик у меня не сохранился. Но дело в том, что я много снимаю в разные периоды, поэтому где-то что-то могло потеряться. И вот касательно перчатки, какая была ситуация? Перчатка втянулась, где-то, может быть, будут еще небольшие примерчики. А вот поверхность сусла, вот сейчас, кстати, смотрите, перчатка поднята, а поверхность сусла, ну, конечно, тут плоховато видно в бутыле, но она практически гладкая. А было наоборот, перчатка втянута, а вот в бутыле, я эту бутыль называю вазочка, вот там прям пена такая была. И вот это как раз таки говорило о том, что процессы идут. И вот что интересно, опять же, было прохладно, но не настолько, как, например, прохладно сегодня. Сегодня на улице плюс два, сегодня вот дом не топился, и мне так вообще в доме прохладненько, надо что-то одевать тепленькое. А процесс идет, вот какие выводы напрашиваются, что есть какой-то переломный момент у дрожжей, когда вот чуть-чуть, буквально бывает на градус температура падает, они начинают все втягивать, но потом как бы привыкают к новым условиям, и даже в большей прохладе вот мы видим вот такую картинку. То есть обязательно, когда вот у вас затвор разворачивается или попадает перчатка, обращайте внимание на поверхность сусла. Это вот самый такой верный признак, который вам все подскажет. Ну и сейчас как раз уже будут кадры, вот после того, как перчатка была втянута, чуть-чуть прошло времени, и что происходит вот с этим вином дальше. Вот смотрите, потеплело, да, и перчатка поднялась. Ну и пенки там стала, запотевшая бутыль, похвата видно, немножко больше, чем было до этого. Итак, смотрите, вот у нас затвор развернут в обратную сторону. Сейчас мы эту бутыль откроем, да, то есть все как бы выровнялось, и переместим ее на холодную улицу. Даже специально я еще раз ее открою, да, чтобы там все выровнялось в плане газа, да, и закрою. И пару минут под дождем. Смотрите, что начинает происходить. Затвор опять идет в обратную сторону, да, я только что при вас открыла, воздух запустила, то есть никаких там разниц в давлениях быть не должно. Вот, все в режиме реального времени, я с вами разговариваю. Опа, видите, что происходит? Идет всасывание воздуха внутрь. А теперь внимание, я перемещаю вниз. Видите, там дрожжевый осадок. И вот эти дрожжи, смотрите, что они начинают творить. Опа. Повторим еще раз. Смотрите, я бутыль открываю. Вот те, кто не верит, что дрожжи дышат. Я бутыль открыла, все выровнялось. Никакого монтажа. Все при вас закрыло. И вновь наблюдаем, что происходит. Затвор уходит в обратную сторону. Ну, так, и сейчас начнет активно захватывать воздух. Это не физика, это микробиология. Смотрите. Вот они голодные. Да, вот там осадок. Кушать им особо нечего, но они живые. К вопросу об осадке, что там только мертвые дрожжи, это вообще мусор. Видите, они какой-то не мусор, они живые. Они хотят кушать, вот они дышат. Им для брожения нету нужных условий. А для дыхания есть. Вот они переключили свой цикл, да. Это чудеснейшие микросущества, которые вот так осуществляют свою деятельность и свою жизнь. Ну, вот я с вами разговариваю, а они дышат. Причем, если вот было тепло, и там еще что-то в осадке есть, и они это пытались подкушивать, то вот на холоде они начинают дышать активнее. Поэтому, если у вас засасывают перчатки, разворачивается затвор, в первую очередь смотрите температуру. Ну, что в некоторых случаях на последних этапах брожения малейшие перепады температуры. И все. И вот у нас что получается. Сейчас, кстати, можем еще немножко провести эксперимент, поскольку там у меня уже все равно дрожжевой осадок, который мы выльем. Так, открываем затвор. Смотрите, здесь у меня пол-литра тепленькой воды и полторы столовых ложки сахара. Заливаем к нашим малышам. Так. И взбалтываем. Вот что у нас там получилось. И ставим затвор обратно. Смотрим, что происходит. Ну, вот на холоде им не нравится. Да, все равно они еще тянут воздух. Ну, как видите, не нравится им все равно на холоде, несмотря на добавление сахара. Процесс обратный. Дрожжи все еще дышат. Дело в том, что с брожения на дыхание переходят быстро, а вот наброзы дыхания на брожение не так быстро, как хотелось бы. Ну, сейчас мы попробуем их в тепло перенести. Ну, здесь у нас где-то 18-19 градусов. Сейчас плоховато видно по термонетру. Уже не подсвечу. Тут у меня еще одно такое сусло, которое я уже показывала вам. Вот оно с развернутым затвором. Но славлю момент, покажу. Когда поднимается температура, а в доме вечером протапливаем, тогда все-таки затор еще разворачивается, еще процессы идут. А вот, смотрите, наши друзья согрелись. Да, и процесс пошел именно на брожение. Для того, чтобы у вас не было сомнений, вот кто считает, что это чисто физическое явление из-за перепада температур. Смотрите, открываем. Даже поболтаем, чтобы вот оно там. Да, все процессы прошли, чтобы углекислый газ или там кислород, или еще что-то. Да, чтобы они смешались с тем, что у нас в атмосфере. Ставим затвор и наблюдаем. Мы видим, идет выделение газа. Вот сейчас оно булькнет. Я специально долго снимаю, чтобы было понятно, что это не монтаж. Вот, булька пошла. Причем, заметьте, я еще раз покажу, что вот там у нас практически ничего. У нас полная, вернее, пустая 20-литровая бутыль. И вот так дрожжи веселятся. Им сейчас тепло. Им сейчас добавили сахарку. Но мы сейчас опять переместим их в холод. Немножко поиздеваемся. Над малышами. Сейчас вот они булькнут. Вот, мы опять на улечке. Смотрим, что происходит с затвором. Ну, пока еще булькает. Ну, там же что-то скопилось. Давайте для чистоты эксперимента открываем, закрываем и наблюдаем. Процесс замедляется. И, ну, я же уже не держу долго камеру. Видно, что постепенно жидкость перетекает отсюда сюда. Буквально 2-3 минутки прошло. Уже видно, что уровень ушел в эту сторону. Да, оно не так, даже вот так вот вам лучше будет видно. Оно не так активно булькает сюда, как вот пока сахара не было. Но, тем не менее, происходит обратный процесс. И напомню еще раз, это не физика. Мы с вами открывали, бутыли закрывали. И уже все там должно было выровняться. Тем не менее, видим, да? Это работа живых существ. Вот, вот уже как. Сейчас будет захватывать воздух. Вот, смотрите, прошло несколько дней. Я вам этот же затвор показывала развернутым. А он взял и повернулся обратно. Да, и теперь идет брожение. Хотя в теории, в теории, здесь могло завершиться спиртовое брожение. Вот дрожжи нам затвор развернули. Потом уже все, они ушли в спячку. И началось яблочно-молочное брожение. Поэтому затвор опять повернулся. Такая ситуация тоже может быть. Но и спиртовое брожение также может иметь место после разворота. Я вам показывала яркие примеры. Поменялась температура. Стало комфортнее. Дрожжи начинают кушать сахар. Не очень приятно им. Прохладненько все. Они начинают дышать. На последних этапах брожения такое вполне может быть. И что бы еще хотелось добавить про перчатку. Перчатка, она крайне не информативна. Вот сейчас, да, она в поднятом состоянии. Достаточно тепло. И мы видим, что какое-то брожение идет. Но когда оно переходит в медленные стадии, то вот этого процесса будет практически невинно. И часто очень многих сбивает с толку. Кстати, здесь изначально была другая перчатка, у которой пальчики были проколоты. Сейчас это уже целая перчатка. То есть никаких проколов здесь нет. И видите, как она натянута. В принципе, ну, если бывают ситуации, что нету ничего другого. Ну, вот у меня, да, нету пробки на эту бутыль. Я использую перчатку, значит, когда процесс замедляется, когда перчатка опускается, максимально ее натягиваем. То есть если надо, то еще натянем, подвяжем. И, конечно же, наблюдаем за поверхностью сусла. Я уже показывала, что вот пенка, если есть, значит, брожение идет. И что нам с этим всем делать? В первую очередь не спешить. Не спешить предпринимать какие-то действия. И особенно не спешить убирать в холод, якобы брожение закончилось. Первое. Наблюдаем и анализируем, что происходило. Менялись ли условия, менялась ли вот эта температура. Смотрим поверхность сусла. Я показала вам на реальном примере. Если на поверхности есть пенка, значит, брожение точно не закончилось. Наша задача создать оптимальное условие. Даже если сусла имеет гладкую поверхность, которая вроде бы говорит об окончании брожения, то это еще не факт, что оно полностью завершилось. Еще какие-то последние стадии там могут идти. Поэтому очень важно не спешить. Очень важно создавать оптимальное условие для последнего этого дображивания. Потому что если мы поспешим, если мы вот это вот все, как рекомендуют во многих рецептах, уберем в холод, у нас остаются сахара. Последние получаются недоброды. И вот эти недоброды как раз-таки достаточно опасны для вина. Конечно, при, скажем так, самой благоприятной ситуации, потом при розливе у нас просто может получиться игристое вино. Были такие как-то вопросы. Я открыл вино, оно пенится, как шампанское. Что с этим делать? Ничего с этим не делать, ничего страшного. Но это был недоброд. Худший вариант, когда кто-то другой начинает подъедать эти сахара и портить ваше вино. Поэтому не спешить, это раз. Анализируем, что происходило, наблюдаем. Если вот такие вот ситуации, что от перепадов температур, значит создаем максимально возможные условия, чтобы этого избежать. Если этого сделать невозможно, ну, оставляйте как есть. Я приводила пример, что в прошлом сезоне вот так вот у нас в доме стало прохладно, мы уже уехали, вино стояло. Один раз мы его сняли с осадка всего лишь. Стояло под затвором до середины лета. И вот весна, оно начало бродить вновь. Бродило, бродило, ну и в итоге добродило. Ничего страшного с ним не случилось. И еще, даже если у нас точно уже брожение закончилось, важный момент, не спешить, опять же, убирать на холод. Помним, что после спиртового брожения у нас может начаться и должно начаться брожение яблочно-молочное. То брожение, которое снижает кислоту, делает ее более мягкой. Так вот, оптимум для яблочно-молочного брожения это 20 градусов. Если мы быстро убираем в холодное место, то мы же сами своими вот этими ручками препятствуем уменьшению этой кислоты. Поэтому, если все действительно закончилось, снимаем с осадка, наливаем полную емкость. Были вопросы, чем доливать, чем этим же вином. Либо разливаем по более мелким емкостям. И оставляем под затворами, либо под перчатками. Я уже сказала, что перчатки вещь крайне не информативная. Но если других вариантов нету, перчатка целая, натягиваем максимально плотно. И в дальнейшем, для того, чтобы нам понять, что-то там идет или не идет, потому что яблочно-молочное брожение будет проходить с гладкой поверхностью сусла, мы пробуем. Если мы чувствуем на языке покалывание пузырьков, ну, это чувствуется, значит брожение идет. И еще раз, важный момент, не спешить и создавать оптимальные условия для брожения настолько, насколько это возможно. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда, имейте контакты. И до новых встреч!